Армяне хотят гарантии от российской военной базы в Сюнеке. Премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте заявил, что вопрос о создании военной 102-й базы в Сюнеке обсуждается с российской стороной. Я говорил о возможных переговорах по этому вопросу несколько недель назад, когда министр обороны Армении провел телефонные разговоры с министром обороны России, российским генеральным штабом с интервалом несколько часов, в ходе которых был подчеркнут вопрос инфраструктуры безопасности Сюняка. Я придерживался мнения, что Армения и Россия, видимо, обсуждают правовую основу соглашения. Необходимая документация может иметь место во время визита высокопоставленной российской военной делегации, о которой было объявлено после телефонного разговора между министром обороны Армении и министром обороны России. Ситуация с безопасностью Сюняка в настоящее время является хорошо известной и продуманной темой, и поддержка российского военного присутствия для Армении является объективной реальностью. С другой стороны, вопрос о том, какие гарантии существуют для Армении, что армяно-российская система безопасности не будет нарушена подчинением российско-турецкому договору. Этот вопрос более чем актуален для Армении, пишут армянские СМИ. В этом контексте премьер-министр Пашинян отмечает, что нарушений в направлении Карабаха не было, но было неправильное представление или восприятие со стороны армян, поскольку российская сторона всегда честно заявляла, что договорные обязательства относятся к де-юре территории Армении. Тем не менее, достаточно ли у нас гарантии того, что Россия не допустит посягательства на Сюник? Является ли де-юре территория Армении достаточной гарантией для этого? В этом смысле, несмотря на текущие объективные события и потребности, для Армении жизненно необходимо как можно скорее начать наращивание потенциала самодостаточности в сфере безопасности Сюника и в то же время разработать альтернативные поддерживающие факторы, что предполагает другие тематические партнерские направления США, НАТО, Иран, Китай, пишут армяне. Мэтью Брайза Мэтью Брайза Минской группе ОБСЕ сейчас нечего комментировать. По мнению американского эксперта, Минской группе пока нечем заняться. Накануне на освобожденных территориях Азербайджана побывала международная делегация, в составе которой был и бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза. В ходе поездки, организованной университетом Ада, дипломат побывал в Агдамском районе Азербайджана. Мэтью Брайза поделился своими впечатлениями от визита на освобожденные территории и дал оценку активизации Минской группы ОБСЕ. Да, я недавно побывал в Агдаме. Меня поразил масштаб разрушений некогда процветающего прекрасного города. И ведь произошло это не в ходе каких-либо боевых действий. После завершения войны армянская сторона, оккупировавшая Агдам, просто решила разрушить город. Это была какая-то варварская оргия уничтожения, оргия воровства и имущества целых домов. Коснувшись недавнего заявления сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая не была наполнена новым содержанием, наш собеседник согласился с тем, что в тексте нет нужных подробностей или какого-либо значимого смысла. Я думаю, что им сейчас просто нечего комментировать. Карабахский конфликт уже решен, о чем сказал и президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции в Университете Ада. Минская группа была создана, чтобы найти решение конфликта. Оно найдено, поэтому Минской группе пока нечем заняться. Президент Ильхам Алиев предложил сопредседателям подумать о том, какой полезной работой они могут заняться в новой постконфликтной ситуации, отметил собеседник. Мэтью Брайза отмечает, что армянской стороне, конечно же, хочется показать, что конфликт еще не урегулирован. Они думают, что есть шанс на обсуждение каких-то юридических вопросов, возможного статуса Карабаха. Я далеко не уверен, что это возможно. Так что Минской группе нужно заниматься другими делами, такими как имплементация трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Но сопредседатели публикуют бессмысленные заявления, поскольку еще не знают, что им делать. Хочу отметить, что в свое время, когда я был вовлечен в работу Минской группы ОБСЕ, мы вкладывали в заявление много деталей. Что-то происходило, мы приближались к прорыву и пытались соответствующим образом направлять страны. Я думаю, что позиция Франции не позволяет считать Минскую группу ОБСЕ объективной структурой. Вспомните заявление главы МИД Франции Ледриана о том, что статус Карабаха должен стать предметом переговоров. Он об этом сказал сразу после заявления 10 ноября. Либо Франции нужно снова придумать, как выглядеть объективно, что я считаю почти невозможным, либо другие страны стоит добавить в переговорную группу. Я не думаю, что Армения согласится на включение Турции, но Азербайджан явно не хочет присутствия Франции. Армяне получают командующего миротворцами генерала Мурадова. Армянам не понравилось, что Мурадов раскритиковал армянские власти за то, что они обманывают армянский народ. Армянский депутат подверг критике генерала Мурадова. Депутат от фракции «Мой шаг» парламента Армении Андрани Кочарян раскритиковал командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова за его заявление о том, что власти завели в заблуждение населения по возврату пленных из Азербайджана. Напомним, что на днях в ответ на вопрос армянского журналиста о том, почему руководство Армении заявило о возвращении армянских диверсантов и террористов, задержанных на территории Азербайджана после окончания войны, Рустам Мурадов сказал, что это ложная провокация. Спросите у них, они вводят в заблуждение население. Евгений Михайлов Армяне умышленно наносили удары по мирным городам ночью. Российский журналист побывал на освобожденных землях Азербайджана и подготовил по этому поводу сюжет. Российский журналист, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов подготовил сюжет об освобожденных территориях Азербайджана и своем визите в Ганжу. В ролике рассказывается, что во время обстрела города, как и в случае с Хаджилинской трагедией, армяне умышленно наносили удары по безоружному мирному населению ночью. Российский журналист также опубликовал кадры, отражающие армянский вандализм на оккупированных территориях и обратил внимание на масштабы разрушений. Он продемонстрировал, как армянские военные формирования оскорбляли наши религиозные памятники, отметил при этом, что в Азербайджане представители разных религий живут в мире и согласии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова